Налоговая система Наталья Александровна, сегодня утром у меня началось с рассылки банка, одного из крупнейших банков России. И банк предлагал мне буквально за несколько секунд оплатить налоги прямо через интернет сервис, который они предлагают. За последние несколько лет все действительно так поменялось, налоги можно заплатить буквально за одну секунду и ты не будешь должником. Как считаете, действительно наша система налоговая сейчас одна из лучших в мире? Наша система налоговая на самом деле признана на достаточно высоком уровне. ФНС России проводит международную форуму и делится своим опытом, и он признан на мировом уровне. Но что касается по поводу банковской рассылки, здесь я хотела бы вас приостеречь. Давайте. Что налоговая служба не занимается ни смс-рассылкой, не работает через банки. Единственный сервис, который мы предоставляем, это личный кабинет физического лица, который расположен на сайте налоговой службы. Вот только через него можно оплачивать свои налоги или через сайт госуслуг. Но там, к сожалению, оплачивается только после того, как возникает задолженность. Ага. Личный кабинет вы упомянули, личный кабинет налогоплательщика. Я помню те времена, когда буквально 5 лет назад еще ты должен был собрать себе свои квитанции в папочку, отпроситься с работы, отстоять очередь налоговой. И это превращалось просто в настоящую эпопею. Сейчас это делается через личный кабинет налогоплательщика, тоже буквально за 5 минут, не больше, наверное. Что еще такого интересного произошло за 5 лет? Цифровизация вот этой налоговой системы. Ну, я бы хотела сказать, что оплатить, наверное, можно гораздо быстрее, потому что банки, партнеры, которые участвуют в приеме онлайн-платежей на уплату налогов, они с каждым годом, их количество увеличивается. Личный кабинет физического лица, он совершенствуется, упрощается для понимания простых граждан, скажем так. И да, если 5 лет назад это был большой объем бумажной работы, когда мы печатали уведомления, возили их на почту, загружали почту, соответственно, почтальонов, которые должны были разносить это все по адресам, потому что уведомления у нас идут только с заказными письмами, и люди вынуждены были отрываться от работы, от домашних дел, сходить на почту, чтобы забрать, а потом еще и отстоять очередь в банке, заплатить все это. А на сегодняшний день, если вы подключены к личному кабинету, я бы сказала, достаточно двух минут для того, чтобы оплатить. Максимально упрощена процедура, начисленные налоги, когда появляются в личном кабинете, появляется сумма и появляется, назовем так, кнопка «оплатить». И вы делаете одно нажатие, выбираете свой банк и все. На сегодняшний день в личном кабинете физического лица добавлена информация по сведениям, которые предоставляют их работодатели об удержании с них подоходного налога. И при возникновении необходимости, а часто такой вопрос возникает, когда люди уходят на пенсию, и им надо в пенсионный фонд предоставить какие-то документы, недостающие именно о доходах, полученные за предыдущие годы. То есть ты должен в одно место сходить, в другое место сходить. А сейчас это как-то проще? На сегодня это все исключено. Заходите в личный кабинет, по вкладочкам все это разнесено. Практически вся информация, которая содержится в налоговом органе от данных физического лица, отражается в личном кабинете. То есть я правильно понимаю, что физическому лицу сейчас не имеет смысла вообще приходить в налоговую? По большому счету да. А если говорить о налогах, которые непосредственно влияют на нашу с вами жизнь, на жизнь горожан, Ольга Викторовна, какие налоги непосредственно идут в бюджет города? Ну, если брать вообще структуру налогов, я скажу, что в крае собираемость по налогам в основную часть приходится на долю города Хабаровска, 60%. Из этих всех средств федеральный бюджет уходит 25%, 66,5% уходит в краевой бюджет, и только 8,5-8,6% приходится на город Хабаровск. И как раз местные налоги являются основным составляющим для пополнения бюджета города Хабаровска. И к этим налогам относятся в первую очередь налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Ну, транспортный налог, к нашему сожалению, всего лишь 15% в город Хабаровск отчисляется, остальные 85% уходят в краевой бюджет. Ну, понятно, где-то в нас сидит честный человек, который говорит, да, надо заплатить налоги, надо, но не всегда мы понимаем, а на что эти налоги потом идут. Вот те налоги, которые идут в город Хабаровск, в бюджет города Хабаровска, вот на что тратятся? Как раз я и говорю, первая статья расходов, это все же статья по линии образования. Это в первую очередь зарплата учителей, зарплата воспитателей, это обеспечение детских садов необходимыми всеми материалами, оборудованием и обеспечение нормального функционирования этих учреждений, отопления и тому подобное. Большая статья затратов. Вторая статья – это все же благоустройство. Нужно периодически чинить дороги, периодически ремонтировать подъездные пути к дворам и к тем же дошкольным, школьным учреждениям. На это тоже уходит немало. Ну, соответственно, другие статьи. Можно всегда посмотреть бюджет города Хабаровска на официальном сайте администрации города. Это бюджет для граждан. Там есть специальная вкладка «Бюджет на 2020 год утвержденный» и «Плановый период 2021-2022 год». Кому интересно, все могут обратить внимание на это. Но если говорить конкретно о центральном районе, что в прошлом году такого было сделано на бюджетные деньги, что могут увидеть налогоплательщики? По дорогам ездить можно. Детские сады работали, школы не были закрыты, учителя довольные приходили домой с выплаченной заработной платой. Поэтому все обязательства были выполнены перед как раз жителями центрального района. А для нас какая основная задача? Обеспечение нормальных условий и жизни граждан в районе. Вот как раз эти. То есть получается, когда мы не платим налоги, мы крадем у себя же? Мы крадем у себя же и создаем себе наименее благоприятные условия для жизни. Я бы сказала так. И все-таки находятся люди сознательно, несознательно, но все же те, кто не платят налоги. Работа начинается уже с начала года. Выявляются недоимщики, то есть те, которые не уплатили по сроку. Соответственно, налоговая, как орган ответственный за исполнение сбора по этим налогам, они направляют требования в первую очередь гражданам. Когда требования уже направлены и гражданин не исполнен, тогда налоговая подает документы в суд, соответственно, выдаются судебные приказы. И далее начинается работа уже судебных приставов по взысканию. Вот в течение года все это поэтапно. Тем более, как бы, начинаем работу с крупных сумм налогоплательщиков. Сумма уменьшается, уменьшается, уменьшается. Потому что, ну, нельзя же объять необъятное сразу всех направить в суд. Ну, и суд не сможет выполнить сразу всего объема этой работы. Поэтому в течение всего года таким образом проявляется. Тем не менее, нам удалось снизить недоимку по имущественным налогам. За 2019 год более чем на 60 миллионов рублей. Это и работа судебных приставов. Это непосредственно налоговый орган требования. Это без конца работа с предприятиями и организациями по тому методу, чтобы они посодействовали своим работникам, которые являются неплательщиками таких налогов. Это же также посты на площади Ленина совместно с ГИБДД. Когда мы останавливаем налогоплательщика, мы выясняем, что у нас человек, который ездит на дорогой престижной машине, имеет немалую задолженность. Это тоже встречается часто. Достаточно часто. Наталья Александровна, а подводили ли какие-то, может быть, результаты, исследования делали? А почему не платят? Потому что не знают об удобствах, о том, что это можно сделать быстро и без вот этого стресса на дороге? Или не хотят? Понимаете, на самом деле здесь можно разделить на несколько категорий. Есть люди, которые просто забывают. Ну вот он просто забыл, что у него подходит срок уплаты. Есть люди, которые забыли, что они подключились к личному кабинету и, скажем так, по старинке ждут, когда им Почта России принесет уведомление на уплату налогов. А у нас второй год в законодательство внесено изменение, что если вы подключены к личному кабинету, вам по почте ничего направляться не будет, не надо ждать. Ну, сказать, которые прям совсем злостные неплательщики, которые вот прям там скрываются, убегают. Есть такие, но это единицы. И, как правило, сказала Ольга Викторовна, как правило, это достаточно состоятельные люди, которые имеют дорогостоящие машины. Но вы рассказываете о том, что есть личный кабинет, ну зайди-то. Конечно. У нас личный кабинет, это, знаете, любая встреча с физическим лицом, когда он только переступает порог налогового органа, ему в первую очередь спрашивают, а вы к личному кабинету подключены? Да это так удобно, да это так выгодно. Как это сделать? Как подключиться к личному кабинету? Вот представьте, что я к вам пришла, переступила порог. На самом деле очень просто. Ваше желание и ваши паспортные данные в любом налоговом органе, который ближе к вам, я не знаю, к месту работы, к месту жительства, куда вы там пошли, мы же работаем в этом направлении, даже у нас есть понятие такое рабочие субботы, вторая и четвертая суббота каждого месяца. Пошли гулять с семьей, зайдите, подключитесь. Это занимает, ну, одна минута просто получения пароля. Почему подключается к личному кабинету только в налоговом органе, я напомню, потому что наш сервис содержит информацию, которая относится к налоговой тайне. Это информация о вашем имуществе. То есть согласитесь, что никто бы не хотел, чтобы информация о его состоянии как-то распространялась. Поэтому у нас нет подключения через интернет, у нас нет подключения через МФЦ, через какие-то другие структуры, только через налоговый орган, но достаточно быстро. Есть какие-то обучающие материалы, может быть, где можно посмотреть? Пользоваться как личным кабинетом. На нашем сайте размещена информация, ролик, ну, как скажем, пробный ролик. И потом уже, так как личный кабинет существует достаточно длительное время, вот он последнюю модернизацию претерпел буквально в конце 2019 года, он вообще поменялся. Но он сделан наипростейшим способом. То есть там, грубо говоря, потеряться нельзя. И причем в вкладке, пожалуйста, там же добавлена возможность, вот сейчас актуально немножко отличаемся, да, будет начинаться декларационная кампания. Вычеты стандартные, социальные, имущественные вычеты. Ради бога, пакет документов собрали, дома спокойненько сели, и через личный кабинет все это заполнили, отправили. Ну, то есть сложности нет. Есть люди, которые не знали, но сейчас, благодаря нам, узнают о существовании личного кабинета, зайдут, оплатят и, наверное, будут им пользоваться. А есть категории, которые все-таки даже при существовании личного кабинета будут ждать писем счастья от налоговой, будет чего-то еще ждать, пока остановятся на дороге и уже истребуют. Как с такими нехорошими налогоплательщиками ведется работа? Пойдем к ним. Раз они не идут, то мы пойдем. Да, такая же работа проводится со службой судебных приставов по посещению задолжников. Ну, как правило, это крупные задолжники. Выезжаем рано утром со службы судебных приставов, с налоговой инспекцией на квартиру в 7 утра. Здравствуйте, вы нас не ждали, а мы приехали. У вас такая-то такая задолженность. Я так понимаю, Ольга Ивановна, чашка кофе не поможет, да, с ума для вас? Чашка кофе не помогает. Да не то, что нам, району. Мы как бы являемся больше, наверное, координаторами работы налоговой, мы и служба судебных приставов. А основную эту работу будут уже приставы проводить, описывать имущество, накладывать на него арест, ну, а потом, соответственно, его реализовать, если никаких подвижек по уплате задолженности не будет. Вот такая процедура, ну, не замысловатая, но приносящая результат. И хочу еще напомнить, что существует такое ограничение, как выезд за границу. То есть не надо про это забывать, что даже если судебные приставы вдруг вас не нашли, успокаиваться не надо. То есть у нас есть дальше механизм, мы через суд накладываем на ограничение на выезд за границу. Хотелось бы еще раз призвать налогоплательщиков к своевременной оплате налогов по исполнению своих обязательств перед государством. Ну и тогда, я думаю, что мы будем исполнять все задачи, поставленные на муниципалитет. И задачи будут быстрее выполнены и качественнее, я хотела бы сказать. То есть наша жизнь в центральном районе будет лучше и комфортнее. Если хотим все-таки, чтобы ребенок ходил в комфортный детский сад, получал хорошее образование, мы ездили по ровным дорогам, то все-таки стоит освоить новые инструменты, тем более, что они действительно облегчают нашу жизнь. Спасибо большое. Напомню об ответственности за неуплату имущественных налогов. Мы говорили с Ольгой Викторовной Лазубкиной, заместителем председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Центральным районом по экономике, и Натальей Александровной Зубковой, заместителем начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району Хабаровска. Субтитры создавал DimaTorzok